Больше 11 миллионов квадратных метров жилья сдано в эксплуатацию по программе Нурлайжер в прошлом году. В правительстве подвели ее итоги реализации. О планах на год текущий поведал сегодня министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Развитие темы у Сабины Тургаевой. На упущение при сдаче нового жилья сегодня Акимом указал премьер-министр Бахаджан Сагентаев. По словам главы Кабмина, причины самые рядовые. Всему виной статистика, либо недобросовестные подрядчики, которые вовремя не сдавали документы. И подобных погрешностей допускать в будущем никак нельзя. О других проблемах на местах рассказали в Министерстве по инвестициям и развитию. Регионы многие не смогли подготовиться к бюджетному периоду прошлого года. И заявились почти в два раза меньше, чем мы планировали выделить в рамках программы на инженерную коммуникацию на 2018 год. При формировании расходов республиканского бюджета на 2018 год ряд регионов не представили соответствующую документацию. К примеру, Акимата Атравской области не представил ни одного проекта. Заявлен низкий объем финансирования по Карагандинской, Мангставской и Западно-Казахстанской областям. Но несмотря на проблемы, результаты программы Нур-Лыжер за прошлый год довольно внушительно отмечают в правительстве. И этих темпов сбавлять нельзя. О возможных изменениях в процедуре получения ипотечного займа рассказали сегодня и в Жилстройсбербанке. Там намерены сделать покупку жилья еще более доступной, снизив первоначальный взнос. Поднимается вопрос по снижению первоначального взноса с 30% до 15% и даже ниже. Мы понимаем, что это дало бы возможность расширить количество участников. Ведь особенно тем людям, у кого очень низкие доходы, тяжело собрать этот первоначальный взнос. Всего же в прошлом году по программе Нур-Лыжер построили более 100 тысяч домов и квартир. 75% возвели благодаря частным вложениям, а 25% за счет государственных инвестиций. По направлению строительства аренного жилья без выкупа в 2017 году начали строить свыше 5000 квартир. 50% из них уже сданы в эксплуатацию. В текущем году по данному направлению программы планируется построить 184 тысячи квадратных метров жилья или 3507 квартир. Вместе с тем, при формировании потребности на 2018 год Мангсталовская область предоставила документацию не в полном объеме. Сегодня же в правительстве доложили и по индивидуальному жилищному строительству. В шести регионах уже начато возведение почти 2000 домов. В прошлом же году сдали 164. По третьему направлению программы строительства местными исполнительными органами кредитного жилья для системы жил-стро-сбережений. В текущем году по данному направлению программы в регионах ведется строительство 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья на общую сумму 134,5 миллиарда тенге, в том числе 43 миллиарда тенге, которые были перераспределены от Байтирека и Самрук Казна. При плане выдачи займов на 2017 год в размере 181 миллиардов тенге, жил-стро-сбербанком, выдано 42 тысячи льготных жилищных займов на общую сумму 290 миллиардов тенге или 160% от плана. Стало известно, что правительство поддержало инициативную программу алматинского Акимата Алматы Жастара. В прошлом году там выделили миллиард тенге для помощи молодым специалистам, которые теперь могут приобрести собственное жилье. Сейчас о внедрении подобной программы заинтересовались и в других регионах Казахстана. Сабина Тургаева, Ербулдаиров, Хабар-24, Астана.